Мария Данилова студентка второго курса медуниверситета. В свободное от учебы время она доставляет лекарства льготные. Тем, кому больше 65 и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Сейчас многие люди оказались в таком отрезанном от мира положение, потому что кто-то по состоянию здоровья, кто-то уже из-за возраста не может просто выйти без каких-то проблем за пределы даже собственной квартиры. И им действительно нужна помощь. И если есть возможность, эту помощь надо оказывать. Работают в бригаде из трех человек. Заказы получают напрямую из поликлиники. Обрабатывают их в колл-центре. Итак, я вас правильно поняла? Вам нужны лекарства для диабета? Так, как ваши закончились. После телефонного звонка оператор оформляет карточку заказа и сверяет ее с базой поликлиники, которой прикреплен пациент. Далее список необходимых лекарств направляется доставщикам. Здесь большой список лекарств от давления. Как видите, от диабета как раз. Максим, нам куда сейчас легче по адресам ехать? Машина строителей. В среднем за день удается доставить 20 комплектов медикаментов. На месте необходимо еще раз проверить карту пациента и набор лекарств. Далее, вооружившись средствами индивидуальной защиты, передать их адресату. Вот ваши лекарства. Спасибо большое. Здоровья вам. Спасибо, я заболела, вызвала врача. Девушки отправляются на следующий вызов. Если у вас также есть сложности с поставкой медикаментов, нужно просто позвонить по телефону горячей линии и оставить заявку. Диспетчер работает по будням с 9 до 18 часов. Это, с одной стороны, поможет нашим медикам высвободить больше времени на работу с пациентами, а также упростит для граждан процедуру получения необходимых медицинских препаратов. Ждут и автоволонтеров. Для этого нужно всего лишь немного свободного времени. Главное – желание помочь. Иван Савинов и Константин Дмитриев. День в событиях.